Приветствую, друзья, это Техмил Аналитика и с вами я, Артур Изятуллин. Кто следит за экономической статистикой по США, наверное, вчера уже убедились, что экономика Штатов может утереть нос всем пессимистам и все пропальщикам, которые ожидают, что все-таки режим изоляции как-то негативно проявит себя в данных. Так вот, вчера у нас вышли розничные продажи, которые показали месячный рост на 17,7% против прогноза, который был практически в два раза меньше, был прогноз 8%. При этом хотелось бы рассмотреть другую сторону этого вопроса, немножко отвлечься от этого пессимизма и подумать над тем, за счет чего вот этот накопленный спрос, взрыв этого накопленного спроса будет покрываться. Во-первых, хочу заметить, что у нас кроме данных по объемам экспорта и импорта, есть еще данные по грузоперевозкам. Так вот, вчера у нас появился очень важный апдейт от агентства, которое рассчитывает специальные индексы по наземным и морским грузоперевозкам. Так вот, они показали, что внешняя и внутренняя торговля в США в мае совершенно не успела подстроиться под выстрел вот этой пружины потребления, пружины вот этих потребительских расходов. Индекс морских грузовых перевозок у нас вяло отскочил с 0,92 пунктов в апреле до 0,94 пунктов в мае. Среднее же значение, если мы возьмем среднее значение за май, за 3 предыдущих года, вот сложим, разделим на 3, вот эти 3 значения мы получим значение в 1,24 пунктов. То есть индекс значительно ниже среднего показателя за предыдущие 3 года, но в принципе здесь это видно. Но что больше всего нас интересует, это то, что осколк индекса морских грузоперевозок в мае был очень вялым, был очень слабым. Ситуация с наземными перевозками в США, она еще хуже. Дефляция тарифов, она превысила, как мы видим, темпы 2009 года. При этом спрос на перевозки, судя по этому, так же вялому, как мы видим, отскоку цен в мае оставался очень слабым. Видно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас дефляция тарифов на вот эти наземные грузоперевозки, она составила минус 5%. Так как данные по внешней торговле США за мае еще не вышли, мы обратимся к данным, которые у нас были за апрель, и действительно мы видим, что данные как по экспорту, так и импорту, также продемонстрировали резкое такое снижение, которое у нас соответствует снижению, которое здесь было в апреле. Вот если мы посмотрим, вот это снижение в апреле, оно у нас соответствует тому, что мы видим в данных по экспорту и импорту по внешней торговле США также в апреле. Так вот из этого можно сделать вывод, да, из того, что в мае восстановление было очень слабым, что это по сути проявится у нас в данных по экспорту и импорту США в мае. Данных пока этих еще нет, но мы их ожидаем, но именно на основании того, что вот такой у нас слабый оскок был в грузоперевозках, можно сделать вывод о том, что торговля также не оскочит, внешняя торговля США также не оскочит, как раз таки потому, что вот лидирующие индикаторы у нас сейчас именно по перевозкам показывают, что очень слабый был в них оскок, продолжает оставаться в депрессии эта индустрия. Раз так, то товарные запасы фирм, да, они должны в значительной мере покрыть вот этот выход накопленного спроса потребительского после карантина. Именно товарные запасы, потому что, как мы уже сейчас обосновали, скорее всего в мае экспорт и импорт США у нас не оскочат. Если у фирм не получается пополнить свои запасы, потому что внешняя торговля, будем так говорить, молчит, то они должны будут покрывать вот этот резкий сюрприз, вот этот выход накопленного спроса такой в мае, как раз таки за счет истощения своих запасов. В комбинации с тем, что вот этот у нас накопленный спрос есть, и то, что именно он покрывается за счет запасов фирм, это может спровоцировать у нас рост инфляции, так как обычно фирмы реагируют как раз таким вот таким образом, когда у них запасы снижаются, когда они видят приток заказов, когда они видят резкое увеличение спроса на их продукцию, так как их запас сокращается, они их не могут как раз, скорее всего, не смогут пополнить в мае, как мы видим из данных по грузоперевозкам, скорее всего, они должны будут подстраиваться именно путем повышения цен, что будет означать инфляцию. По этой вот причине сейчас ожидания ускорения потребительской инфляции в США в мае-июне могут быть небезосновательны, стойко это ожидать, и при текущем денежно-кредитном курсе ФРС, как мы знаем, буквально пару дней назад, в среду получается, ФРС сообщил, что ставки будут оставаться очень долго на низком уровне, по крайней мере еще два года, всего лишь два участника из семнадцати, вот в комитете по открытым рынкам, они ожидают, что ставка повысится с нуля на 25 базовых пунктов лишь в 2022 году. Все остальные 15 участников ожидают, что ставка не изменится. Это значит, что ускорение потребительской инфляции, ФРС, скорее всего, будет неохотно реагировать на рост этой инфляции, так как они будут добиваться, будут согласны на то, что инфляция может превысить немного, в некоторой степени их целевой уровень, 2%, и это все значит, что реальная доходность, если мы говорим о реальной доходности, это у нас номинальная ставка минус ожидаемая инфляция, постепенно реальная доходность у нас будет снижаться, и самым явным, самым известным хеджем против такого явления, конечно же, является золото, что может как раз-таки обосновывать сейчас именно то, что при таком оптимизме на фондовых рынках золото достаточно устойчиво находится в текущем диапазоне выше 1700 долларов за тройскую унцию, и поэтому сейчас у нас появляются дополнительные данные, некоторые свидетельства того, что инфляция может действительно отскочить из-за того, что внешняя торговля у нас пока находится в слабом состоянии, скорее всего, это оставаться в слабом состоянии в мае, спрос у нас тут накопленный есть, он может действительно растянуться на несколько, получается, месяцев из-за вот этих правительственных мощных стимулов, стимулов, и поэтому можно ожидать, вот, да, есть основания нажать, что будет инфляционное давление, на которое рынок, естественно, будет реагировать. Что еще хотелось заметить по розничным продажам, если мы еще раз глянем на календарь, стоит учитывать также, что у нас есть низкая, очень апрельская база, да, это минус 14,7%, то есть вот это падение в апреле, оно создает такую низкую базу, от которой очень легко отскочить, да, вот на фоне, благодаря вот этим правительственным стимулам, социальным трансферам. Так вот, если мы посмотрим в абсолютном выражении, как изменились розничные продажи, то они ниже до кризисного уровня, на 50 миллиардов долларов, это значительное отставание от норм, именно в абсолютном выражении, да. А в годовом выражении, вот другое свидетельство этого, это вот изменение розничных продаж в годовом выражении, оно составляет минус 6,1%. То есть вот с этой точки зрения, вот этот месячный рост, это всего лишь некоторое волатильное такое поведение розничных продаж, которое пока еще может ничего не говорить о том, что же происходит у нас с трендом. Но, по крайней мере, рынок воспринимает эти цифры хорошо, мы на них ориентируемся, мы ориентируемся на ожидание рынка, и вот, собственно, на ожидание того, что, возможно, возникнет инфляция из-за вот тех факторов, с которыми я сегодня с вами поделился. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!